Поменьше вы смотрите в инстаграмах, телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович, им дать фотографии, сделанные с этих, как квадрокоптеры называются. Надо им эти фотографии дать, и вы тогда увидите другую картинку. Это все те же люди, и количество их тоже, что и было. Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочее, они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет, но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули белочервоно-белое и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую, радикальную оппозицию Беларусь. А эти очереди – это малая белорусская карусель, как я называю, и большая белорусская карусель. Малая суть ее в том, что здесь они расписались, потом опять зашли в эту очередь, в хвост стали, еще расписались и пошли, поехали. Даже достукались до того, мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей, расписались, машину сели, они их по кварталу отвезли, опять поставили их в очереди. А большая карусель заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке они расписались, прошли. И эти же люди, ну плюс еще там несколько добавились, они опять пришли и расписались. Они же понимают, что это же комиссии, когда будут смотреть эти подписи, они это заметят. И они сразу заявили, те, кому расписываются, а так мы и не собираемся в выборах участвовать. Наша главная задача – раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете, для кого.